На место дорожно-транспортного происшествия с участием цистерны, наполненной жидким аммиаком и автомобиля ВАЗ-2106, прибывает спецтехника. Ликвидируют последствия аварии пожарные спасатели-медики. Это показательные выступления. По легенде, в результате столкновения двух транспортных средств есть пострадавший. Его аккуратно извлекают из искорёженного автомобиля и переносят в машину скорой помощи. Далее по сценарию происходит возгорание легковушки, и огнеборцы приступают к тушению. Свидетелями развернувшегося представления стали школьники со всего региона. В Усть-Заостровку они приехали на практический тренинг. С 27 по 31 мая здесь проходил 14-й слёт школы безопасности и юного спасателя. В слёте приняли участие 22 команды. Цель юных спасателей – отработать навыки действий в чрезвычайных ситуациях, а также совершенствовать технику личной безопасности. Формат этих соревнований – это как раз не просто знание, хотя есть и подобные конкурсы. Но самое главное, что они здесь могут продемонстрировать свои умения. Мы можем теоретически как будто бы быть готовым выполнить какую-то соответствующую процедуру, если в нашей жизни случится какая-то непредвиденная ситуация. Но здесь как раз они демонстрируют практически свои умения. Программа соревнований растянулась на несколько дней. Самыми интересными и местами сложными, конечно, стали испытания по спасению пострадавших. На станции «Юный спасатель» ребята оказывались в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Знания первой медицинской помощи и умение пользоваться спецтехникой помогли участникам вытащить манекен из-под завала и остановить течь из цистерны с агрессивной жидкостью. А это поиск и эвакуация манекена в условиях сильного задымления. «Я нашла человека! Человек пойдет со мной! Помоги мне его вытащить!» Участницы ничего не видят и на ощупь прокладывают себе путь через завалы, стараясь при этом аккуратно транспортировать условного пострадавшего. «Надо было вытащить пострадавшего человека, который там находится, который там задыхается. Ничего не видно, просто сложно проходить». Зрелищной также оказалась эвакуация пострадавшего с высоты при помощи альпинистского снаряжения. А также извлечение раненых при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Еще ребята продемонстрировали навыки спасателей в лесу. Наводили навесную переправу, как наиболее сложный элемент туристского пешеходного похода. Искали пострадавшего, оказывали ему первую помощь, а затем через овраги и прочие препятствия эвакуировали в ближайший медпункт. Мы набрали новую команду. Все мы младшей, возрастной категории. Было сложно, но команда достойно справилась. И мы довольны результатом. В другой части соревнований под названием «Пожарная эстафета» участники преодолевали полосу препятствий с пожарным стволом в руках. Перемахнуть через забор, пробежать по бревну, развернуть рукава и присоединить их к разветвлению. И все это за максимально короткое время. Затем передача эстафетной палочки и тушение горящей в противне жидкости. На последнем этапе юные пожарные струей воды сбивали мишени. Очень понравилось тушить пожар. Не в первый раз, конечно, работаю с огнетушителем, но все равно ощущение, как будто в первый раз. Все свои знания по спасению пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, ликвидации последствий аварий и туристские навыки ребята приобретали в своих школах и кружках, а на слете получали бесценный опыт. Очень разная, конечно, подготовка. Все зависит от того, насколько руководители школ, руководители муниципальных образований, они понимают, насколько это важно. Дело в том, что да, есть спасатели, есть медики, есть очень много оперативных служб. Да, они грамотные, они хорошие, умеют все делать. Но мы не можем появиться на месте ЧАЭС внезапно. Для детей это самое главное, это профилактика. Вот они, видя, что может получиться потом, они не будут изначально к нему, вести к этому. Вот это самое главное. Да, можно спасать всех, но лучше, когда не надо никого спасать. В будущем профессиональными спасателями станут далеко не все участники слета. Однако полезные знания по безопасности, закрепленные здесь на практике, безусловно пригодятся в жизни этим мальчишкам и девчонкам.